1 января 2019 года Марс вошел в знак Овна и будет там находиться до 14 февраля 2019 года. Это самое сильное положение данной планеты в этом году. И у людей, и государств, у которых Солнце, а также Марс, Плутон, Уран, Сатурн, такие сильные планеты находятся в знаках Рака, Весов, Козерога, у этих людей и государств будет обостряться конфликтная ситуация вокруг них. Марс это планета воинов, планета борцов за справедливость, за правду. И все сражения, которые они проводят, в это время они обострятся. В Европе, Франции и Англии, во Франции это желтые жилеты, борются за справедливость против антинародной политики Макрона. И в январе их столкновения будут особенно яростные. В Англии Марс играет против Терезы Мэй. И шансы на то, что она уйдет в отставку, очень велики в январе месяце. Если она выдержит этот мощный натиск Марса, других планет, то она в дальнейшем проведет свой план выхода из Евросоюза. Обострится агрессивная политика Америки, особенно против ее противников, против Ирана. В декабре прошлого года США ввели дополнительную авианосную группировку в Персидский залив, усилили там свое военное присутствие. И после 10 января обстановка вокруг Ирана будет резко накаляться. Есть много разных сценариев. Один из сценариев такой, что Америка будет препятствовать вывозу иранской нефти через Персидский залив. И есть еще такой сценарий, что Иран попробует воспрепятствовать вывозу нефти других стран и произойдет военное столкновение с Соединенными Штатами, с ее союзниками. Энергия Марса – это энергия настоящих мужчин, сильная, напористая. У кого сильный Марс в гороскопе, те люди очень здоровые, то есть потенциал здоровья у них довольно-таки велик. И древние знали об этом, поэтому существовал обряд зачатия детей на дни летнего солнцестояния, когда солнышко передает животворящую энергию новому плоду. Это 21-22 июня и плюс-минус неделя – такие самые благоприятные дни для зачатия детей. Хотя есть такой нюанс, те, кто родились в начале Рака, Весов и Козерога, им лучше посоветоваться с астрологом, для чего? Чтобы не было конфликтных ситуаций, сильных между родителями и детьми. Также хорошо вычисляется сила Марса по часу рождения вашего ребенка. Например, если есть вопросы отдавать его в боевую секцию или не отдавать, то гороскоп человека сразу показывает силу или слабость той или иной планеты. Вот такая информация. Благодарю за внимание. Всего вам самого доброго.